что же приготовить на ужин этот вопрос наверняка задает себе каждый и сегодня в этой передаче мы найдем ответ ведь готовить вкусно я буду сегодня с александром борисовым здравствуйте я очень рад что вы меня пригласили здесь это для меня тоже очень большой опыт ну будем готовить александр борисов профессиональный актер саха академического театра имени платона алексеевича аюнского играет на сцене родного театра с 2013 года и за это время ему удалось примерить на себя разные образы александр выступал и в русском драматическом театре и на сцене театра сан-франциско на сцене большого театра россии мариинском театре и во многих других его игра на сцене и в кадре завораживает он легко может раскрыть любого персонажа помимо работы он просто обожает готовить и сегодня поделится своими любимыми рецептами александр скажите что же мы сегодня будем с вами готовить сегодня мы будем готовить мое любимое блюдо плов да я очень люблю плов особенно после того как я побывал в киргизии в городе бишкек и там в одном из ресторанов мне подали плов и вкуснее вот этот плова я никогда не кушал и вот сейчас и даже вот последующих моих готовках именно плова я стараюсь максимально приблизиться вот к этому настоящему плову который я попробовал бишкеки и вот страсть моя к плову именно с киргизии там я попробовал плов будем готовить плов к нему мы приготовим салат помидорный с луком его обычно тоже плову подают а в качестве закуски а я вот приготовил колбасу свою фирменную да так скажем вот как у нас бывает в зиме происходит забой забой жеребят и вот когда происходит забой жеребят я обычно покупаю сердце почки и ну мясо жеребящее и начинаю ну начиняю так скажем это все вот такую пешку и мы будем колбасу тоже готовить то есть вы ее уже приготовили заморозили сейчас мы ее разморозили и покажем как ее правильно подавать к столу если кто не знает вариант александра вот ну само по себе вот этот процесс готовка вот этой колбасы начинять и вот эти кишки начинять этим фаршем достаточно табоемкая работа но тем не менее вот получилась такая вот колбаска баска и сейчас мы наверное поставим воду так то есть мы начнем тогда закуски получать до варится вот колбаса около 40 минут час и пока мы будем готовить плов как раз у нас вот колбаска вода спеет а когда вы полюбили готовку когда это началось готовку то я полюбил не скажем так полюбил готов куда просто еще со времен моей холостяцкой жизни нужно было как то есть выживать и поэтому нет нет да да все равно читал рецепты именно смотрел такие же кулинарные передачи ну и начал готовить и до сих пор готовлю а есть у вас такое фирменное блюдо это уже наверно плов ваш да плов и к вот колбаска так все мы нагрели на самую максимальную мы ставим да сперва у нас печкой плитка индукционная так как индукционным и означали именно ставим на самую максимальную мощность потом когда вот вода закипит поставим на средний огонь хорошо нужно посолить или что нет именно колбаску не надо сейчас мы будем заниматься пловом будем резать мясо и овощи к нему так давайте я возьму овощи я возьму мясо хорошо как вы вошли вы именно в актерскую деятельность когда вы поняли что хотите стать именно актером ну как таковым актером я и не мечтал стать потому что мое первое образование педагогическое я сам из города велюсь и у нас после школы и вообще в школе я окончил велюсь к гимназию с углубленным изучением английского языка именно профильная профильный предмет был английский язык и после школы после гимназии получается я поступил велюсь к педагогический колледж учитель английского языка и параллельно вот на обучаясь на учитель английского языка у нас в колледже была скажем так секция танцев бальных танцев я танцевал скажем так не сходил со цены мне нравились аплодисменты и по окончании колледже задумался уже хочу ли я быть уже учителем или же все таки мне нравится цена и по воле случая я узнал по окончании колледже то что оказывается это 2009 году я пончу колледж и узнал то что вот в якутске именно вагики набирают студентов на актерское деление я долго не раздумывая поехал сдал экзамены поступил отучился четыре года и вот стою здесь работаю в театре стою здесь готовлю где как не в гипермаркете айгуль можно найти огромное количество различных продуктов именно там для любой хозяйки будет настоящая раздолье а чем вот вам нравится больше всего ваша профессия нравится скажем так даже когда вот говорят да вот профессия профессия для меня вот именно актерского как бы призвание что ли и когда даже говорят где ты работаешь я не работаю нигде я служу театру потому что именно в актерском поприще именно в театральном поприще есть такое слово служить театру потому что если ты например ты актер ты слушаешь театру ты должен им отдаваться полностью отдаваться полностью даже жертвуя наверное своим личным временем жертвуя какими-то там семейными устоями например вот когда люди отдыхают мы работаем а у нас вот как раз сегодня понедельник у нас сегодня выходной когда все вот работают у меня выходной когда у всех например скажем на праздники новый год мы работаем и получается то что вот супруга моя постоянно вот ну и видит по праздниками зато вы не работаете в те дни когда получается да да я вот даже говорю я нигде не работаю я просто служу театру это для меня в радость в кайф можно сказать но говорят что если ты будешь работать на своей любимой работе не будешь работать ни дня и по сути у вас так получается а самая такая волнительная роль для вас какая-то самая волнительная но для меня все роли волнительные потому что перед каждым своим выходом на сцену я очень сильно переживаю очень сильно сказать волнуюсь и для меня самых волнительных роли как таковых нету но есть конечно три очень сложные роли когда приходится играть старика скажем так некоторым моим друзьям этого удается очень вот как бы проходя не играют вот такие возрастные роли а А для меня именно, если приходится играть старика, я очень сильно волнуюсь, иногда даже не получается, как я считаю сам по себе. А как вот вы входите в роль, допустим, вам вот нужно сыграть старика, и дома вы тоже ведете себя как старик? Нет, нет, театр и дом я, как правило, театр и дом разделяют. Например, театр в дом я не пускаю, потому что супруга моя, как актера, она даже не знает, что значит входить в роль. Потому что я в роль вхожу именно в театре. И, как правило, даже когда мы репетируем, я прихожу за час до репетиции, у нас есть гримерка, и вот перед гримерным столом я, получается, гримируюсь, смотрю на себя, Я думаю, как тот или иной персонаж должен будет говорить, в какой манере, с каким голосом, ну, с хриповатым ли голосом, или с таким баритонным голосом, или с таким же высоким голосом. И поэтому вход в роль, он сугубо такой индивидуальный бывает, потому что по-разному всегда бывает. То есть такой достаточно длительный процесс. Да, достаточно длительный процесс. И даже когда, например, я уже говорил, разделяю, да, в театре или дом, и вот когда мы все засыпаем, я подолго не могу заснуть. Ну, сам по себе вот так вот композирую, думаю, как должен быть этот персонаж говорить, ходить, походка, манеры. Я знаю, что вы также снимаетесь в кино, получается, в сериале вы недавно были. И чем съемки отличаются от выступлений в театре, на ваш взгляд? Ну, в театре намного легче на сцене играть, потому что просто вышел в течение полутора или двух часов, отыграл спектакль и ушел. Но это плюс, это несомненный плюс. А в кино это все очень длительно оказывается. Бывает, потому что дубль за дублем, а некоторые партнеры, ну, что-то забывают, бывает такое, да, забывают текст, я сам где-то косячу, и стоп, еще раз дубль за дублем. И в кино хорошо, что ты можешь именно несколько дублей сделать, несколько вот так вот посмотреть, по-другому сыграть, потом через другой дубль совсем по-другому себя показать, посмотреть на экране и вот так вот себя выбрать. А есть, допустим, какие-то приметы в театре, вот в сахотеатре, например, есть что-нибудь, что надо перед спектаклем на сценарии посидеть? Не сценарий, говорят, а именно текст. И вот когда в ходе репетиции, например, вот играем, что-то бегаем, что-то делаем, и бывает так, что вот мы роняем текст. И когда кто-то уронил текст, сразу в театре, и смотрим, и если вот уронить, ну, например, я уронил текст, я должен именно на нем посидеть и потом же вот его взять. Не просто так выронил текст, взял. Если вот так будет, то есть приметы, то, что актер забудет свой текст. Ох. Да. И это самое плохое, когда ты выходишь играть в спектакль, и иногда бывает такое, да, забываешь текст, просто становишься белым листом, и все. А что делать в такой ситуации? Вот я просто себе не представляю. Вы вышли на сцену, такой весь в образе, такой, и пустота. Да, такое бывало, ага. Серьезно? Да, такое бывало, просто, конечно, мы все учили текст, репетировали подолгу. Да, месяц репетировали, месяц учил текст, а потом вышел и вдруг забыл текст. Слова забывай. И главное, если актер вышел на сцену и забыл текст, он не должен это показать зрителю. Например, вышел на сцену, забыл текст. Вот так вот не должно быть, например, вышел, глаза какие-то, бегающий чистый лист. Просто вышел и многозначительно посмотрел в зал. И зритель думает, что вот, да, вот, актер вышел, он в раздумьях вышел, что думает. А в этот момент просто в голове. А в этот момент просто хаос, потому что, знаете, есть же вот слово покерфейс, да? Просто вот, ну, не даешь знать, что у тебя случилось. Да, происходит. А внутри-то у тебя вообще просто... Тысяча Александров внутри бегает. Тысяча Александров просто, а что, что, где текст? А на самом-то деле ты стоишь многозначительно, думаешь вдаль, смотришь потом. Все. Все-таки вспоминаешь. Вспоминается, да? Иногда, да, не в точь-в-точь, конечно, вспоминаешь текст, а именно приблизительно говоришь текст, выкладываешь. А иногда бывает то, что забывает текст партнеры. Ну, вот тогда, если забывают партнеры, ну, в ходе репетиции очень важно, чтобы партнер знал текст своего тоже партнера, напарника. Так вы, получается, не только свой текст учите, так еще и, ну, своего коллеги. Да, своего коллеги. Потому что бывает именно говоришь, беседуешь, ведешь диалог, а он такой белый лист. И прямо просьба у него в глазах появляется, помоги. Угадываю то, что он забыл текст и говорю, может, ты хотел сказать что-то вот это, это, это. А он, да, 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 да. А потом да, 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 потом опять же такое. Такое было, да? Да, такое было. Вот совсем недавно мы играли спектакль, это, получается, то ли год назад или полтора года назад. Андрей Савич Борисов, наш художественный руководитель, поставил спектакль по лучшей перанделе «Гиганта горы». И у меня там было уйма текста. Это, получается, полтора, полтора, да, тетрадь же есть вообще, тетрадь, 80 листов. Получается, полторы тетради текста. Вы другие все пишите, я знаю, да. Да, да, да. Это все я учил, 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 а есть, конечно, вот такие роли, где, ну, мало текста. Вот там как-то люди, именно, если у тебя мало текста, вот тогда ты забываешь текст. Именно если эпизодическая роль, маленькая роль, ну, говорят, не бывают маленьких ролей, но если, да, такая эпизодическая роль, мало текста, вот тогда, как правило, человек забывает. Потому что мало действий, он начинает зацикливаться, да, и делается. Да, да, да. А когда у актера огромный текст, то он не забывает, как правило, текст. Ммм, как интересно. Я вот стою и жду. Мы с вами так хорошо увлечены, разговариваем, я вот стою, жду и думаю, как вот мне нарезать морковь? Морковку вы нарежьте, пожалуйста, маленькими кубиками. Так. Маленькими кубиками сейчас мы... И всю ее нарезать, то есть это тоже мне почистить, да? Да, все хорошо, морковки мало не бывает. И лук мне тоже, давайте сразу спрашиваю про лук. Так, вы уже почти что свинину нарезали, мы взяли только половину, а почему? Ее должно хватить, да? Ну, ее должно хватить, ну, если даже не хватит, и порежем, потому что мясо тоже, как правило, мало не бывает. А вот самый запомнившийся случай вот на сцене, вот каким он был? Ой, самый запомнившийся случай. Такого не было, просто у актеров у нас есть именно сон кошмарный, мы все именно, нам всем снится. Да ладно, уже мистика такая. Бывает, да, бывает то, что он снится, потому что вот ты уже готовый, там, спектакль начинается, а ты текста не знаешь, и у тебя костюма нету. Ужас. Ты без одежды пришел в театр, давай, Саша, давай, давай, быстро, быстро, спектакль, спектакль. А это же кошмарный сон, как правило, это все в панике, в истерике. У тебя не то, что текста нету, у тебя одежды нету, костюма нету, и ты просто бегаешь по театру, ищешь свой текст, ищешь свой костюм, и в холодном поту просыпаешься, и вздыхаешь. Слава Богу, это был кошмарный сон. И очень интересно то, что этот кошмарный сон снится, наверное, всем актерам. Это, наверное, самый большой страх. Это самый большой страх, да, быть не готовым к спектаклю. А, допустим, вот скоро у вас начнется весенний, так скажем, сезон, и что планируется, вот какую роль вы будете играть, как вы в нее будете входить? Ну, вот спектакли, которые уже были поставлены, уже которые по многу раз мы показывали, ну, наверное, меня судят мои коллеги, но уже вот именно в тех спектаклях, где я очень много раз играю, как такого вот вхождения в роль этого не требует. Как-то все получается на автомате. Перешел, тексты уже знаешь, уже несколько лет этот тексты знаешь, загримировался, надел костюм, вышел, сыграл, и все. А вот бывает ли такое, допустим, нет настроения играть, вот эмоциональная профессия, она все-таки сложнее, допустим, что-то вот произошло, например, там, не знаю, настроения нет, вот не выспались, а тут эмоционально еще, давай покажи на сцене, да, вот подари эту эмоцию. Как вот сделать так, чтобы зарядиться чем-то и просто выйти и отдать зрителю то, что ему надо? Ой, я даже не задумывался на эту тему, потому что, наверное, вот техники переключения все-таки учат в институте в театральном, в частности, где я закончил логики, там учили моментально переключаться, моментально, даже если, например, у человека какие-то проблемы семейные, жизненные бывают, да, без настроения, актер пришел, но он это не должен показывать никоим образом. Мне кажется, это вот каждому человеку даже пригодится, давайте упражнение какое-то, давайте, как это делать? Упражнение просто, наверное, расслабиться, когда человек, он волнует, когда человек волнуется, когда человек в стрессе, человек зажатый, получается, все его мышцы слишком зажатые, техника есть такая, чтобы расслабиться, чтобы быть уверенным в себе, и просто, не знаю, 30 секунд напрячь все мышцы просто так, раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз и отпустить. Итак, дорогие телезрители, зрители, давайте мы с вами сейчас на раз-два-три очень сильно напряжемся. Итак, напрягаем все мышцы, все мышцы напрягаем, напрягаем, даже пальцы тоже напрягаем и все-то отпускаем. И человек приобретает некую легкость, уверенность в себе. Все, чувствует уверенность. Да, и все как-то само собой получается. А есть еще какая-нибудь техника? Допустим, я знаю, что если волноваться, нужно подышать ровненько, да? Вот, а еще, допустим, что можно сделать? Например, если человек хочет быть немножечко увереннее в себе. Ну, это уже, наверное, индивидуальный подход к этому человеку. Я, например, чтобы отдохнуть, да, ну, перехожу в театр, чтобы как-то настроиться на работу. Я слушаю свою любимую музыку в телефоне, в наушниках. Это мне тоже очень сильно помогает. Играю на гитаре, под рынку, под рынку, и как-то все уже само собой улаживается. Потому что вот хобби для человека очень важная вещь. Потому что не иметь хобби и постоянно быть в работе, в работе, в работе, это тоже очень трудно, очень сложно. И на человеке все это сказывается. Просто прийти домой, заняться любимым делом, для меня это, например, ну, готовка иногда. Потому что, ну, любимое дело должно быть у человека хобби. Просто мне повезло, что меня спрашивают иногда, есть ли у тебя хобби. Я говорю, нету. А что ты? Театр моё хобби. Я вот тоже, кстати, могу сказать, что меня все спрашивают, а какое хобби, какое хобби? Да я не знаю, какое у меня хобби. Я очень люблю сниматься, я очень люблю телевидение, мне безумно нравится делать интересные сюжеты. Вот, и поэтому я не знаю, мне прям всё это очень нравится. И сложно даже сказать, вот, работа, ну, как-то вот, не воспринимаю я это как работа, я воспринимаю это больше как... Как любимое дело. Как любимое дело, да. Кто же на этот раз отправится за покупками в гипермаркет Айгуль? Узнаем через несколько секунд в нашей рубрике «Продуктовая корзина». Привет, меня зовут Саргалана Степанова. На сегодняшний день я являюсь молодой мамочкой, а также мамочкой в ожидании через пару месяцев. Для меня сейчас очень важно питаться полезно, максимально местными продуктами, но и очень калорийными. Мы очень уважаем местных производителей, поэтому приходим очень часто в Айгуль именно за местными продуктами, так как здесь очень большой выбор. А для своей дочки, которая тоже очень любит хлеб с маслицем, я ей выбираю бездрожжевой хлеб. И очень удобно, когда они небольших размеров. Можно ей нарезать и с маслицем ей подать. Когда ребенок засыпает, я очень люблю попить чай с молоком и обязательно с мучным десертом. Здесь я, наверное, выберу орешки с кремом. Они у нас очень быстро заканчиваются, потому что мой муж тоже сладкоежка. Обязательно мы любим трубочки похрумкать. Обычно я это делаю перед сном. Во время беременности, когда очень играют гормоны, постоянно хочется сладкого, мучного. Можешь, чтобы ребенок набрал вес, а особенно после 6 месяцев, когда сегодня я стою на 7 месяце беременности, я очень хочу есть именно мучное, сладкое и непременно красивое. И здесь я увидела панакоту, например, угощу своего ребеночка в животике. Когда ты в положении и у тебя еще на руках ребенок, можно купить готовое тесто. Потому что с готовым тестом, пришел домой, можно придумать все, что угодно. Начиная с обычных традиционных пирожков с мясом, с рисом, заканчивая, наверное, какими-то вкусными рецептами. Так как я нашла очень аппетитное, готовое почти тесто, пышное, хочу приготовить пиццу. И для пиццы мне обязательно нужен будет сыр. Мы любим сыр императорский, либо сыр гауда, потому что у него такой хороший насыщенный цвет бывает. И пиццу оставил в печи и готова. В принципе, любят все. Я могу даже угостить дочку 10-месячную свою. Также к начинке пиццы мы обычно выбираем что-нибудь мясное, например, мясо филе курицы, либо готовый окорок. Свинину мы не едим, поэтому здесь очень такой достаточно широкий выбор мясных полуфабрикатов. Также, продолжая тему пиццы, мы очень любим добавить резанные шампиньоны, которые мы берем именно замороженные, потому что они больше похожи на свежие. Брокколи я подаю как гарнир и могу сделать пюре на блендере для дочери. Она, кстати, очень любит. Можно чуть-чуть добавить соли, а обычно дети едят и без соли. На этом все. Наша продуктовая корзина заполнена. Всем пока. Многие считают, что театр со временем становится менее популярным. То есть кино у зрителей на таком более почетном месте больше людей ходит. Что вы думаете по этому поводу? Да нет, все-таки театр, он как был, так и будет существовать. Потому что, да, говорят, такой театр сейчас будет уступать кино. Но у театра всегда есть, был и будет свой зритель. Потому что видеть живую игру актеров именно в реальном времени. Ты сидишь и смотришь игру актера, как он переживает, как он играет, его эмоции. И это все, ну, это будет. Он не исчезнет, театр не исчезнет, на мой взгляд. Ну, я, например, когда вот хожу в театр, у меня такой какой-то эмоциональный коктейль я получаю. Вот. И один раз у меня даже было такое, что я не могла описать свои эмоции. Я просто начала плакать. И я даже не знала, почему я плачу. Ну, вот как-то меня так настолько все это переполнило, что, видимо, мне захотелось как-то вытащить. Хотя вот не было там ничего в этой, ну, в сценарии, в постановке, чего-то такого грустного. Ну, было, конечно, да. Ну, я бы не сказала, что прямо я могу зарыдать. Но, видимо, театр помог каким-то образом освободить какие-то эмоции, которые были скрыты раньше. И меня вот прям взорвало. Поэтому это очень интересно. Да, именно в театр человек приходит уже сопереживать. Выплеснуть эмоции. Ну, в кино, наверное, тоже можно выписнуть какие-то эмоции. Но в театре это удается чаще всего и лучше всего. А с какой постановки лучше всего начинать знакомство с сахатеатром? Вот, допустим, многие зрители сейчас посмотрят и захотят, допустим, сходить. И вот куда в первый раз лучше отправиться? Ну, если в первый раз прийти в театр, посмотреть какой-нибудь спектакль, я бы посоветовал именно сходить на классику. Вот, именно вот, ну, будучи актером саха театра, именно сходить на якутскую классику. Посмотреть именно классику, а потом уже какие-то новые постановки. Потому что если человек придет в театр и увидит, ну, такую постановку а-ля модерн, то человек может не понять и в дальнейшем уже не ходить в театр. Лучше именно начать знакомство с театром с классических просветений, на мой взгляд. Многие не берут брошюрки. Вот всегда в театре продают брошюрки. Да. И многие их обходят стороной. Вот вы что думаете по этому поводу? Ну, я не знаю. Как таковых, то и брошюрок я не видел, потому что... А, да? Да. Ну, да, говорят, есть, брошюрки выдают. Но именно так, как я именно играю в спектакли, как таковых брошюрок я и не видел. Ну, то есть зритель должен быть подготовленным, когда идет в театр? Да, да. Именно для зрителя брошюра, я считаю, очень важной вещью. Увидеть имя артиста, кто играет, какую роль. Именно брошюра в этом помогает. Пока у нас здесь вовсю идет процесс готовки, предлагаю прерваться на небольшую рекламу, после которой мы, конечно же, обязательно вернемся. Собственное производство Айгуль запустило линейку новинок полуфабрикатов. Это пельмени, вареники, бурятские бузы, колдуны. Вся продукция изготавливается из натуральных ингредиентов и ручную. Мы ждем вас в магазинах Айгуль. Всегда рады видеть вас и удивлять широким ассортиментом продукции. А есть конкуренция, скажите честно? В театре? Да. В театре конкуренции нету, как такового. Потому что у каждого своя роль, и роли распределяются именно по типажу актера. Вот режиссер именно назначает актера, он считает, та или иная роль, ну, подходит этому актеру, не подходит. И поэтому конкуренции нету. Другое дело, наверное, сниматься в кино, это уже можно посчитать. Там, наверное, есть конкуренция какая-то, сыграть роль в каком-то фильме. А в театре конкуренции нет. Так, давайте я, может быть, добавлю, да, уже морковку сюда? Да, морковку надо, наверное, нет, морковку надо добавить именно сейчас в сковороду. Так, сейчас мы все это включим. Сейчас я еще дорежу тогда, еще дорежу, одна у меня тут последняя осталась. Прям я мелкими-мелкими кусочками ее специально режу. Посмотрите, примерно так у вас должно все получиться. Вот такого размера. На терке будет слишком мелко, да, поэтому... На терке будет слишком мелко, и морковка растает, что ли, как-то? Ну, в общем, не очень все это получится. И, на мой взгляд, ну, я так считаю, для плова очень важны именно овощи, ингредиенты, зажарка овощей. Так, значит, мясо мы приготовили, лук будет жариться, и сейчас ждем морковку. Все, я режу-режу-режу, я тороплюсь. Я знаю, что у вас есть две дочки, и вы вот готовите постоянно для них, да? Да, именно для них. Вот. Как, допустим, ваша жизнь изменилась с появлением детей? Изменилась кардинально, и в первую очередь я перестал думать о себе, и, да простите меня, моя супруга, я перестал думать о супруге. Потому что во главе всегда становится дети, все для детей. И в плане готовки, у меня есть старшая дочь, ей 3 годика, она очень сильная привереда в плане еды. Ну, например, то есть просто покушать супчик или жаркое с мясом, с картошкой, для нее, ну, как говорится, не канает. Уже? Да, ей нужны какие-то вкусности. Она всегда говорит, папа, хочу плов. А почему плов? Потому что он такой, ну, пряный, наверное. И такое дело может у всех такое есть. Будучи холостым, я готовил именно блюда с такими большими кусками мяса. А с появлением детей все это как-то кусочки мяса становится все меньше и меньше. Ну, сами понимаете, чтобы... Ну, чтобы ребенок не поперхнулся большим куском мяса, все это уже мелко начинаю резать. Так, вы уже к перчику, да, приступили? Так, все, я сейчас буду догонять. А что вы думаете по поводу стереотипа, например, что женщина, она все-таки должна готовить, стоять у плиты? Да нет, наверное, должна же готовить и оба пола. И муж, и жена. Если супруга, например, сидит по уходу или у него отпуск, а муж постоянно работает, то супруга должна, наверное, готовить. Но у нас такого просто никогда не вставало. Потому что кто придет домой первым, тот и готовит. И сейчас вот эти вот наши овощи, морковка и лук, они должны очень хорошо прожариться. И когда с хорошо прожаренным овощом положить рис, он становится таким вкусным, меняет цвет. И сам вкус, вот этот зажарки овощной, очень придает такой богатый вкус полу. Так, я думаю, давайте я тогда приступлю, наверное, к салатику, к нашему третьему блюду. Какой бы вы совет себе дали, вступая вот только-только в брак, допустим? Самое главное в браке, в семье, это терпение. Когда человек заводится семьей, он уже не живет ради себя, он уже живет ради кого-то. Ну, конечно, легче всего жить таким молодым парам, у которых нету детей. А с появлением детей терпение нужно вдвойне, втройне. И самое главное, завет для меня, для семейных людей, которые хотят обзавестись с семьей, это терпение. А как вы сохраните романтику? Готовить. Готовить? Да, готовить. Вкусно готовить для супруги, например. Вот моя супруга очень любит, когда я на кухне кашеварю. Вот если бы у вас была возможность сняться абсолютно в любом фильме, вот просто в самом любом фильме, то какой бы это фильм был? Ой, боевик. Боевик? Да, точно, боевик. Потому что я же вырос на этих классических боевиках с Брюсом Уиллисом, с Сашей Снеггером, с Сильвестром Сталлоне. Именно для меня мечта моя, именно как актера, сняться в боевике с перестрелками, чтобы меня машина сбивала, чтобы меня роняли со стройки. И ломал все кель-лиса строительные, падал с кем-то, что-то трал все. Как вы думаете, ваша супруга на это отреагирует? Моя супруга знает о моей мечте. И поддерживает, наверное. А вам вот она в самотворческой профессии или же нет, наоборот? Моя супруга работает в библиотеке. И поэтому, что хорошо, я могу ей показать абсолютно любую книгу. Я говорю, перенеси какую-то книгу, я хочу почитать. А, хорошо. То есть вы много читаете? Нет, немного. Только по работе. Так, а мне как вот резать помидоршки? Мелко тоже? Помидоры, нет, надо будет порезать. Да, вот такими вот дольками, ага. Вот прям вот так? Именно дольками, да. Вот прям все? Еще меньше, да. Дольки еще тоньше можно сделать. Так, ложка. Какие у нас здесь ароматы в кухне, просто вы себе не представляете. Очень жаль, что вы не чувствуете. Но если вы попробуете приготовить это блюдо, вы просто ощутите на себе эти запахи. Это просто потрясающе. Готовьте обязательно в хорошем настроении. Да. Вот это самое главное, наверное, правило. А я знаю, что вы еще поете, когда готовите. Да, бывает. Когда никто не слышит, включу в телефоне какую-нибудь музыку. Пою. Для вас очень важна вот эта атмосфера. Да, очень важна именно музыка. Именно без музыки я готовить просто не могу. Может, что-нибудь споете для нас? Ой, что не спеть. У меня есть, ну, моя любимая песня, будучи студентом АГИКи, актерского отделения. Есть же у студентов дипломная работа, курсовая работа. Также у меня по предмету вокал была, скажем, такая то ли курсовая, то ли дипломная работа, ну, песни. Эту песню пел в свое время Дин Маркин, она называется «Свей». О, да, классная песня. Ну, я забыл, конечно, слова. Да, пойдем дальше, классно. Давайте еще, поверене, чуть-чуть. Так, надо, наверное, будет вспомнить. Ну, и ничего страшного. Потому что вот окопильно я, ну, никогда не пробовал петь. Просто поставлю музыку на громкость, на максимальную громкость в колонках и подпеваю. Так, у нас уже там что-то готово практически. А вот как узнать, когда добавлять именно рис? Наверное, ну, изначально техника готовки плова, наверное, отличается от моей готовки. Все-таки у меня плов именно на скорую, наверное, руку. Потому что, ну, я, конечно, смотрел, как готовить плов. И там готовили совсем по-другому. Я же пошел по пути наименьшего сопротивления. Просто сначала вот жарю овощи, потом к овощам добавляю мясо, а потом, когда мясо чуть-чуть уже готово, прожарилось, сверху, поверх мяса именно получается. Я ложу рис, наливаю воду, и оно само там готовится. И рис, именно плов, бывает готовым, когда именно вода вот эта вот, ну, вода испарится. В гипермаркете Айгуль всегда огромное количество различных акций, которые помогут сделать вам весьма выгодные покупки. Так что, когда идете туда, обращайте внимание на желтые ценники. Так, расскажите, что же вы сюда добавили? Давайте, вот прям вот... Ну, мясо, свининку у меня, я туда добавил чесночок, зелень. Сейчас, сейчас посолю. Вот так вот. Прям любите солить? Да, очень люблю соль. Конечно, это, наверное, вредно в какой-то мере, но именно для меня соль играет первостепенную роль в виде. Я вот, допустим, стараюсь вообще не солить. Я прям, ну, как-то боязно мне. Один раз пересолил, а после этого уже все боится. Ну, надо, конечно, знать норму, потому что... А вы, допустим, сам суеверный такой человек или же нет? Я очень суеверный человек, и мое суеверие возросло именно с рождения моих детей. Когда не было детей, ну, как-то так. Блин, как говорят... Никому, ничему не верил. Был таким самоуверенным, достаточно наглым, молодым человеком. А когда появилась супруга, эта наглость, излишняя самоуверенность, она как бы спала. Ну, утихла. Утихла, да? Утихла, да. А с рождением детей суеверие возросло сто кратно. И когда даже что-то где-то, плохие мысли, например, приходят, не заболеть бы ту-ту-ту-ту. Треждаю, ключер, ключер. И даже у актеров суеверие есть. У всех актеров есть суеверие. А сейчас самое время немного прерваться, но только для того, чтобы увидеть, что же у нас получилось. Встретимся после рекламы. Собственное производство «Айгуль» запустило линейку новинок полуфабрикатов. Это пелемени, вареники, бурятские бузы, колдуны. Вся продукция изготавливается из натуральных ингредиентов и ручную. Мы ждем вас в магазинах «Айгуль». Всегда рады видеть вас и удивлять широким ассортиментом продукции. У вас бывает такое, что шлейф роли, допустим, как-то вот он отражается на вашей жизни. А у вас было такое? Было, кстати, да. И, будучи студентом АГИКИ, по-моему, в пятом курсе, наш замечательный режиссер, он уже главный режиссер Саха-театра, Руслан Тарховский, поставил спектакль «Сон шамана» по Кулаковскому. Да, да. И мы должны были с этим спектаклем поехать в Москву, не в Якутию, в Москве, по-моему, это было. Ага, да. Мы репетировали, и у меня в театре, мы в гримерке сидим с моим старшим братом. А вы же исполняли одну из главных ролей? Да, да. Одну из главных ролей, и я, получается, играл роль молодого шамана, а роль среднего шамана играл мой старший троюродный брат Василий Борисов. Так, ага. А старшего шамана играл наш замечательный аксакал Герасим Васильев. И вот он нас предупреждал, говорил, ну, будьте готовы к тому, что вам будут сниться кошмары, вас попытаются там четвертовать, расчленить, придет злой дух, попытаются вас съесть, вы этому не передавайте такого значения. Так это спокойно говорите, перемешивая лук с морковкой. Да? Ну, а что делать? Вот актерская работа именно, стезя, она подразумевает связь с некими такими мистическими силами. Ну, вот Герасим Васильев говорил, ну, будьте готовы. А мне почему-то кошмары не снились. А именно вот, скажем, такая львиная доля кошмаров выпала на моего старшего брата. Вот прямо каждую ночь приходил один и тот же злой дух, его четвертовал, пожрал, выпускал кишки. Ну, просто кошмары такие жуткие были. Он мне говорит, у тебя снится кошмар? Я говорю, нет. А тебе? Каждый день вообще я спать не могу. Ужас. И вот однажды, ага, пришел момент, ну, надо будет, ну, мы спектакль подготовили, пришел момент уже вылета в Москву. И перед вылетом я, получается, мой старший брат Василий Борисов и наш аксакал Герасим Васильев, мы вышли на речку, ну, покормить речку, покормить духов. А стоял мороз 40-градусный, это было в ноябре, по-моему. И на сугробе мы ложили там оладушки, маслица, чай. И в процессе вот этого вот задобривания духов я полностью отморозил себе вот пальцы. Получается, безымянный и мизинец. И это на двух руках. Отморозил себе вот эти вот пальцы. И я это не почувствовал, как такого, что я отморозил. Я это почувствовал только тогда, когда зашел в машину, и у меня дико стали болеть пальцы на руках. И вот прямо, что такое, а пальцы побелели, и есть же вот панель машины. Я прямо вот стучу по панели, и такой вот звук просто. А они такая вот, прямо такие вот. Ну, бывает же мясо замороженное же. Ну, да, да, я представила. И прямо так. Ужас. Поехали в Москву. Я пальцев не чувствую. Они мне уже зачернели. Я уже стал бы... А мне же еще на гитаре играть. То есть зажимать какие-то струны тоже вот безымянными и мизинцами. Зажимать струны, играть. И в ходе спектакля вот играю на гитаре. И смотрю, зажал ли я корт или нет? А, зажал. А, то есть очень тяжело почувствовать. Было очень тяжело. То есть палец был абсолютно черный. С него, ну, слезла вся кожа, ногти. Все это было очень больно, очень страшно. Но потом Герасиму Васильеву говорит, ну, тебе кошмары не снились. Поплотился ты пальцами. Ничего себе. И вы верите в то, что это все-таки вот какой-то такой знак? Да. Да. Потому что, ну, кошмары не снились, но зато поплотился пальцами. А то есть всегда тем актерам, которые играют в этой постановке, им частенько снятся такие кошмары? Особенно, когда актер играет шамана именно. Или какую-нибудь такую очень важную, очень большую, очень сложную роль именно актеров. Но актер страдает. А не боятся разве этой роли? Вот, допустим, есть такие актеры, которые говорят, ой, я не буду играть, это слишком страшно. Нет, именно, если ты актер театра, получается, театр для актера храм. Есть же священнослужители, да, в церкви. Вот так же и для нас. Вот не бывает такого, нет, я не буду играть эту роль. Просто вот каждая роль для актера, это очень священно. И он должен сыграть. И даже вопроса не стояло, вот буду, не буду играть эту роль, боюсь, не боюсь. Ну вот я, смотрите, добавила лука. Мне еще добавить или, думаю, вот хватит? А, все, хватит. Вот это чуть-чуть и все, да? Даже не все, наверное, да? Да не все. Все, да? Да. Потому что некоторые люди не любят лук в салатах. Ну, говорят же, плохо пахнет. А я люблю. Вот я обожаю чеснок, мне кажется, из-за этого я очень мало чу-ть-фу-ть-фу. Вот я, видимо, тоже немножко суеверная, болею. Вот. А так, еще чесночка добавить, да, сюда? Нет. Сюда не надо, да? Просто посолить ваш нелюбимый лук, вашу нелюбимую соль. Так, я чуть-чуть это сделаю. Вот так буквально. Немножечко соли и зелени, наверное, сюда добавить. И зелени. Нет, зелени не надо. Только лук. Надо, только перемешать. Только лук и помидоры. Такая достаточно очень интересная закуска получилась, да, у нас вот в виде салатика такого. Добавили лука. То есть лук можно добавить абсолютно любой. Абсолютно любой, да. Лук можно добавить любой. В принципе, можно посолить. Ну, с приправами каждый, допустим, и специями сам придумывает. Допустим, можно кому-то нравится и перчить, и солить. Можете сделать вот что-то подобное. А маслица, ничего сюда добавлять не надо. Все. Вот. И это у нас такой салатик к плову. Посмотрите, уже Александр добавляет мясо. А рис-то когда? А рис потом. А рис его чуть попозже, да? Попозже. Сейчас у нас овощная вот зажарка, она прожарилась хорошенько. Вкус такой пряный должен уже мясу дать. Красота. Сейчас мы уже жарим мясо с овощами. И когда мясо тоже прожарится с овощами, тогда уже добавляем рис. И, наверное, ну я всегда плову именно... Есть же рис, разные же есть сорта риса, да? Длиннозерный, кругозерный, круглозерный. Я всегда добавляю именно длиннозерный рис. Потому что иногда бывает, вот, рис переваривают. А длиннозерный рис, именно плову, его переварить достаточно, ну, трудно, сложно. Он идеально подходит. Тем временем мы посмотрим на нашу колбаску. Колбаса уже варится во всю. Чуть-чуть уменьшаем, да, уже? Да. А как вот понять, что колбаса уже готова? Интуитивно. У меня всегда так бывает. Да, ну, колбаса варится час или минут сорок пять, и она бывает готова. Потому что там же все равно фарш, а фарш, он варится достаточно быстро. Так, у нас тут во всю процесс. Мясо уже практически прожарилось. Ну, мясо жарится. И, ну, для плова, ну, для меня, очень важно, чтобы все хорошенько прожарилось именно. И мясо, и овощи. И вот хорошо прожаренные вот ингредиенты дают рису такой вот оттенок, такой коричневатый, вкусноватый оттенок. Такой, ну, грубо говоря, оранжевый. Да, оранжевый такой оттенок. Рис мы тоже добавляем на глазок. У меня не бывает никогда, сколько-то граммов мяса, сколько-то граммов риса. Просто. Ну, для наших хозяюшек вам все-таки придется написать. Да, наверное. Ну, рис, он должен вот так вот равномерно покрывать мясо. И потом надо его водичкой, да? А вы вот перфекционист, допустим, вовремя крови? Да, наверное. Да. У меня все получается хаотично, импровизационно. Так медленно нужно наливать водичку, да? Да, да, да. И вот вода у нас покрыла рис. Прям такая медитация легкая. Все, 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 все. Налили водичку и ждем, пока эта вода, ну, выкипит, вот, испарится. Это примерно сколько минут? Рис, наверное, варится минут 15-20, ну, вот где-то так, наверное, плюс-минус. Сейчас все это дело. Ага, вот, начинает пулькать. Так, а тем временем колбаска у нас уже готовенькая. Получается, сложим сюда. Первая колбаска и наша вторая колбаска. Ух ты, вот так вот. Ага. Колбаса, она не кровяная, а такая домашняя, с фаршем. Тоже все это натуральное. Ну, вот, у нас рис сварился, и уже после того, как мы выключили нашу плитку, уже перемешиваем с мясом, потому что мясо у нас лежало именно внизу. Все мы так перемешаем и ложим под тарелочку. Ну, что же, я предлагаю попробовать все, что у нас получилось. Мне очень интересно. Так, вот ваша вилочка. Все. Так, ну что же, начинаем. Ну, начнем. Так. Ммм, как интересно, что же получилось. Как вам? Есть такая вот острота, да? Красный рис, он дает такую остринку. Очень вкусно получилось. И мне нравится, вот действительно, вот этот вот красный перец молотый, он прям так как-то обволакивает прям своими вкусовыми. И обязательно плов, именно вот с помидорками, с этими, с помидорным салатом очень хорошо идет. Мне кажется, это вот такая вот колбаска. Тоже попробуем. Так, давайте пробовать. Мне так интересно, я вот такую никогда не пробовала. Ну, такой тоже пряный чуть-чуть фарш. А самое главное, это самая настоящая домашняя колбаса, без всяких добавок, без всяких гумо. Чисто наш продукт местный. Прямо вообще очень вкусно. И мне кажется, что это, в принципе, полноценное блюдо. Да, полноценное блюдо, можно так сказать. На этой замечательной вкусной ноте мы с вами прощаемся. Обращаемся, конечно же, запоминайте скорее все рецепты, которые вы здесь услышали, потому что это все готовится очень просто, но это на самом деле так вкусно. Спасибо вам огромное, Александр, что вы пришли к нам и поделились такими замечательными рецептами. Ну и вам тоже спасибо за такой колоссальный опыт, скажем так. Мне было очень приятно здесь с вами готовить. Спасибо. Спасибо всем, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!